Всем привет, с вами Яна и сейчас мы познакомимся с вами поближе еще с одним игроком Na'Vi. Евгением Чувашом Макаровым. А также сейчас мы будем пить чай, но не просто пить, а наслаждаться церемонией китайского чаепития. И поможет нам в этом Данимир, ведущий чайного действия. Данимир, поехали, рассказывайте и показывайте. Скажите, что это за чай? Это шу-пуэр, черный пуэр, выдержанный, то есть он 96-го года. Скажите, а какой мы эффект сегодня получим? Только положите. Начнем мы просто с того, что в целом познакомимся с чаем, как бы с ароматом. Знаете, есть такое, как в народе миф, что пуэр, он бодрит и вставляет. Выпить крепкого пуэра, это якобы как чефирчика. Правда? Правда ли это? На самом деле, с любым чаем сделаете чефирчик, если вы просто заварите очень много. Ну то есть мы вот сейчас выпьем, у нас не будет какого-то прям супер сверх прилива бодрости. Мы будем такие же, как и есть сейчас, правильно? Возможно. Первая заварка у нас сливается, потому что она у нас для того, чтобы промыть чай, для того, чтобы он раскрылся. Первую заварку не пьем. Это все чаи первой заваркой не пьются? Не все, то есть это присуще пуэрам и угломам. Женя, давай ты сначала приветствуем. Какое впечатление, Женя? Ну, смешанное. Как правило, какая самая вкусная заварка? Обычно третья, то есть третья, зачастую самая насыщенная. Вот часто задаваемый вопрос, какой ваш любимый чай? Когда ты занимаешься чаем, тебе очень сложно ответить на это, поскольку меняется сезон, и у тебя меняются вкусы, предпочтения по чаю. Это как аналогию с допи пройдут, это как мета меняется. Сегодня ты играешь на шейфере, да, то есть на шейфере играешь, завтра на ком. Не ныню. Завтра не вновь, да? Ну, конечно, это было жестко. Давайте будет это последнее для нас, третья заварка, самая вкусная. А потом мы уже пообщаемся с Евгением и спросим, как же ему пить чай и понравилась ли ему третья заварка, все самое интересное впереди. Евгений, ты чувствуешь разницу между первой, второй и третьей заваркой? Я вот парень деревенский не чувствую совсем. Ну, хорошо, в целом, как тебе этот экспириенс? Так, побаловаться не более. Хорошо, ну, кому как, это же все индивидуально. Я, например, люблю чай, и мне удовольствие, это эстетика. Так что, ребята, те, кто еще не пробовал чай пить традиционным китайским способом, вы попробуйте. А вдруг вы себя в этом найдете? Спасибо вам, Данимир, за эту церемонию. Было много познавательного всего. И спасибо за вкусный чай. Теперь я буду заваривать, покажу, так скажем, скиллуху свою. Так, теперь как-то надо это... Ой, грамотно все сейчас сделать. Ну, щит. А-а-а, горячо, горячо. Итак, начнем. Ну, во-первых, ты можешь пить чай. Вот, у нас непринужденная обстановка, я надеюсь. Вообще, ты пока что еще мало где успел засветиться за свою карьеру. Поэтому мне вот все, кто приходят в НАВИ, мне бы хотелось людей раскрывать вот имя со стороны человеческой. Что же они за люди в первую очередь? Поэтому у меня такие вопросы больше будут, наверное, о личном. Ну, и первое, с чего начнем, это при знакомстве с тобой. Вот первое, что хочется у тебя спросить, это про твои волосы. Как ты дошел до того, что отрастил себе волосы по плечи? Хотя два года назад я смотрела твои фотографии, когда ты еще в Каманче был, у тебя обычная стрижка короткая. Почему? Все началось с того, что просто было лень выходить из дома. Ну, классика. А потом что-то я подумал. Вот пока что-то не выиграю, стричься не буду. Серьезно? Ну да. Могу волосы распустить. Давай. Там видно, что я ничего не выигрывал. Да, слушай, ну так и можешь дорастить до колен. Ну, отечный горячок. Это действительно, это является для тебя вот каким-то, ну, действительно стимулом? Хочется вообще их состричь? Нет. Значит, выигрывать не хочется. Выигрывать очень хочется. Ну вот, хоть мы посвадим меня куда хочешь, если выиграем. Барбишок. Ладно. Класс, когда Женя выиграет. Любой, да, турнир? Квалификации считаются? Ну, если на мажор, то посчитаются. Хорошо, следующая квалификация на мажор, выиграем и мы Женю. Ты из города Новочебоксарск, Республика Чувашия. Ты говоришь на Чувашском? Чуть-чуть. Серьезно? Скажи что-нибудь. Сиванополар. Сиванополар? Сивантополар. Что это значит? Привет. Ого. А можно чуть-чуть длиннее предложение? Ой, нет, длиннее только ругаться умеет. То есть, в школе ты учил Чувашский? Ну, в школе у нас был, до 9 класса, не то чтобы учил, но так бывал на уроках. Расскажи немножко о своем городе, там население 130 тысяч, ну, около 130 тысяч жителей. Что молодой парень может там делать? Ну, друзья-то главное. Чтобы были. А семья? Ну, и семья тоже, разумеется. Семья, друзья. Можно найти место, куда выйти, что поделать. Ну, что вот вы обычно делаете? Ну, у нас есть кинотеатр. Вот, ничего себе, до чего дошло. Прогресс-то чего дошел? Кальянки есть. Ты куришь кальян? Иногда балуюсь. То есть, помимо доты, да, и компьютерных игр, у тебя все же есть жизнь. То есть, тебя ноу-лайфером нельзя назвать. Да, скорее ноу-лайфером. Ну, я раз в недельку вышел, там, туда-сюда. А как вообще много времени твоего личного, свободного занимают компьютерные игры? Именно доты или все? Давай все. Вот, если не считать сон, правильно? Да, свободное время твое. Ты проснулся, у тебя свободное время. Процентов 70-80. И во что ты играешь? В основном в доту. Вот так иногда всякие разные игры. Какие? Ну, вот World of Warcraft недавно играл. Потому что новый аддон вышел, правильно? Да-да. Окей, я в курсе. В каких отношениях ты состоишь с учебой? Ни в каких. Почему? Вот был, так сказать, промежуток жизни, когда надо было выиграть. Либо ты играешь, либо ты учишься. Не сложилось с учебой. Как ты думаешь, нужно ли вообще молодежи, людям, которые выпускаются из школы, учиться? Ну, непременно это важно. Но в СНГ все-таки уже все понимают, что диплом тебе не гарантирует вообще ничего. Так что, может, и не стоит. Но советов давать не буду по этому поводу. Сейчас пуэрчика выпьешь. Расслабишься. Приедешь на буткемп, и у тебя все пойдет. Это же пуэр, это чай четверок. Тут тебе и стратегия сразу все открывается, и тайминги. Ну, это была шумка. Ты мог бы хоть улыбнуться. Горячка. Не, на свинячке мы тоже. Ну ничего, мы молодцы. Тебя когда-нибудь предавали? Ланя. Человек тебе предавал когда-нибудь? Меня из Каманчи кикали три раза. Как это три раза? Вот так. Тоже вот родные люди, самые близкие. Как так получилось? Почему три раза? В смысле, три раза, а один раз кикнули, нет, ты вернулся. И вернули. Кикнули, вернули. Кикнули, вернули. Это как Элидан и Виртуз Про. Расскажи про время в Каманчи. Это была уже, по-моему, вторая твоя, да, профессиональная? Первая. Первая? Потом были Анжи. Потом были Анжи. Да, ну и расскажи, как ты туда попал? Ой, ну это скорее просто вот. Мы были изначально что-то вроде друзей и просто играли вместе. Пока это так вышло, что наш менеджер, Леха, нашел нам спонсора. Вот сидели, рубили за 300 баксов в месяц. Беззаботное детство. Это были твои первые деньги, которые ты заработал в Доте? Да. Не, ну я пробовал, конечно, еще на местный Лану походить не получалось. А на местный Лану это где местный Лану? Это вот прям в подсобочке недалеко от дома. На Чебоксарске? Ну, скорее в Чебоксарах. В Чебоксарах. То есть ты приходил, там у тебя не получалось, и ты решил, поэтому Каманчи. Типа того. Ты говорил, что Акбар вас там немножко прессует, в плане говорит, что, как делать, чтобы стать тирантином. Да, да, да. Можешь немножко конкретизировать? Разбирает он, может быть, реплей? Он и разбирает реплей, и во время игры, и до игры, и после игры. Ну, грубо говоря, разжевать всем свою роль, и то, что они должны делать, и когда они должны делать, и зачем они это делают. То есть Акбар может разжевать роль и для Кристаллика, говорить, что ему нужно делать по игре. То есть он видит абсолютно все. Ну, именно, что от него требуется по игре, чтобы мы победили, грубо говоря. Рабочие стратегии? Ну, более-менее. Почему тогда у вас пока что не получается? Ну, Квалы на мажор были сложные, но скорее это именно зависело больше от личного исполнения игроков. Там и я подкачал, и кто только не подкачал. Из-за чего? Как-то было непросто играть, не могу объяснить это. Сложно-сложно играть. Было ли это какое-то давление со стороны комьюнити, возможно? То, что ты в Na'Vi? Ну, есть некое давление со стороны комьюнити. Ну, в плане реально, ты сидишь такой, чего? Сейчас же тебя закидают бутылками, камнями, чем угодно. Но в целом это не то, чтобы сильно давят. Как ты попал в Na'Vi? Очень простой вопрос, который я задаю всем. А вот как в Близи. Тоже вот. Сижу, просыпаюсь одним чудесным днём, смотрю состав Na'Vi заодно, а не сериал. А ты уже не в империи, правильно? А я... Да, скорее мы подразошлись в наши пути. И вот такой, Саня, пойду смотреть, думаю, правильно? Посмотрел, четвёрки не хватает. Ну, сидел, что-то так, это, ломался, написать, не написать. Ну, и написал Игорьку, нашему любимому. Мемеджеру, да. То есть не игрокам, но написал Игорю, говоришь, что я хочу потеститься. Угу. Ну, и он что говорит? Приходи на тест. Приходи на тест. И расскажи, как проходит тест. На самом деле так вышло, что, грубо говоря, было три кандидата, и вот другие два сыграли больше, чем я. Меня это очень сильно напрягало. Я думаю, чё, 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 чё? Я сыграл, грубо говоря, один день. Сыграл вроде хорошо, всё отлично. Думаю, ну, продолжай тестить других игроков. Я так очень сильно напрягся. Ну, и в целом, потом в воскресенье мне пишет Игорь. Чё, куда, чё, кого. Оп, оп. И я в Na'Vi. Женя, ты запомнил все названия? Гайвань, тайвань, да, да. Всё чётко. Смотри. Ты знаешь, так блюдечко здесь неспроста. И делаешь вот так. Чик. И вот так сливаешь. То есть ты держишь за блюдечко и за верх. То есть, соответственно, тебе ничего не видно. Женя, это для тебя информация была. Ну, и на себя сливаешь. Как давно ты играешь в Доту? Как раз ты где-то с класса 8-7, то есть где-то со времён 2-го интернешнала. Ну, конца именно. Кто для тебя тогда был кумиром? Дэнди. Да? Да. Не, серьёзно, я захожу вот первый стрим по Доте, который я увидел. В принципе, как открыл твич. Что-то там захожу, туда-сюда. Помню, как вчера, Дэнди что-то там на Урсе играет, всех убивает. Класс. Когда ты понял, что ты играешь лучше остальных? Лучше своих друзей? Ой, когда откалибровался. И на сколько? У меня очень странно, я калибровался же. У меня было 4 400 соло и 5000 пати. Я такой, ого, вот это я солидный молодой человек. Ну, пошёл, поехал. То есть, я откалибровалась на 4 300 тогда, а ты на 4 400? Красава, Женё, красава. Зато прогресс чувствуется. В твое здоровье. Сколько времени нужно команде, чтобы понять, что у неё есть потенциал? Нет, чтобы понять, что у тебя, кроме вот молодой команды собралась, там 5 человек, а достаточно именно 2 недельки поиграть вместе, чтобы понять, ну, вообще, что у кого получится у вас или нет. Именно потому, что очень важно, чтобы именно все 5 игрокам было, грубо говоря, комфортно играть за друг с другом. Ну, ты же понимаешь, какой вопрос следует. Прошло у вас уже 2 недели. И ты что чувствуешь? Есть потенциал? Я чувствую прогресс в первую очередь. Баня, как Баня зря гоняет. Ты чувствуешь, как твой скилл растёт? Или в целом команды? Именно команды за свой, скорее, как-то большего третья сам уже, что взрослый мальчик. Жень, давай по последней. А давай. Давай. Ты знаешь, что делать. Что ты чувствуешь после церемонии? Чувствуешь ли ты прилив энергии? Или, может, наоборот, релаксуха? Не туда, надо. Вот что я чувствую. Ты можешь прямо отсюда? Давай, я тебе халпану. Вот. Смотри. Тимплей. Чертка, чертка. Ну, так в целом. Чувствуешь ли ты какой-то эффект на себе от чая? Не надо придумывать. Если ты не чувствуешь, так и скажи. Яна, я не чувствую. Да, вот я человек приземлённый. Разницы не чувствую. В принципе, я скажу, что, например, мне стало хорошо, тепло, и в целом приятно и релаксово. Так что, ребята, пейте чай. Любой. Зелёный, чёрный. Пуэрчик. Шень-пуэрчик. Улунчик. Тикуанинь. Сложное слово. Всё будет хорошо. Что ж, друзья, мы будем заканчивать интервью. Спасибо, что смотрели наше интервью. Всем спасибо. Всем пока. Ты справился. Ваше здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok